Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я Гост, и мы продолжаем смотреть моды для GTA 5. Сегодня, друзья, мы с вами пройдем одно интересное задание. Дело в том, что сегодня я заказал посылку с Даркнета стоимостью в 1 миллион долларов. Я уже получил задание, которое нам нужно пройти, чтобы получить ту самую посылку. Я скажу вам сразу, друзья, что сегодня нам придется посетить самые злосчастные места Лос-Антоса. То есть будет страшно и очень интересно. Ну что ж, друзья, в общем-то, в начале этого ролика, как всегда, хотел бы попросить вас не забывать ставить лайки. Давайте, ребята, прямо сейчас для вас это всего лишь 2 секунды вашего времени, а мне будет очень сильно приятно. Поэтому ставьте лайк прямо сейчас. Конечно же, не забывайте вступать также в нашу семью призраков, если вы каким-то образом до сих пор не в ней. Я имею в виду, подписывайтесь на канал. Скоро нас будет уже 2 миллиона, а это значит, ребята, что наша семья станет еще больше. И, в общем-то, не теряйте свою возможность, подписывайтесь. А также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики на канале. Ну что, ребята, в общем-то, давайте уже будем усаживаться в наш крузачок и направляться к первому месту. Находится оно достаточно далековато от центра Лос-Антоса. И сразу же скажу, что оно будет, ну, реально таинственным. Это заброшенное место, которое сегодня нам нужно будет хорошенько обыскать. Возможно, в этом месте ничего не будет, потому что у меня есть несколько точек, в которых нужно будет немного порыскать. И давайте будем отправляться на первую из них. Первая точка на карте у меня уже отмечена, друзья, и мы потихонечку к ней подъезжаем. Но сразу же скажу, что место это уже заброшенное, и в последний раз, когда я там был, я встречался там с не очень хорошими людьми. Да, поэтому сейчас нам нужно быть на готове, друзья. Я не знаю, что можно ожидать от этого места. Так, где вы оставите мой крузачок? Давайте оставим где-нибудь здесь и маленько прогуляемся. Так, я беру в руки сразу же оружие, потому что не знаю, чего можно здесь ожидать. Если я кого-то замечу, не знаю, быть может, человека какого-то, особенно... Ох ты, я случайно, я случайно. Так, окей. Оу! Чего? Чего? Стоп. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. По мне стрельнули? А, вон! Воу-воу-воу! Так, я понял. Все-таки... Оу-воу-воу! Тихо, блин, получай! Так, все-таки я был прав. Да, это злочастное место. Так, спокойно, получай, блин. Вот так вот. Я случайно стрелил? Как хорошо, что я это сделал. Если бы я зашел в здание, они бы меня просто могли принять. Так, снизу еще один. Так, давай. Давай залазим наверх. Так, кто тут? О, вот он! Так, поймал, поймал, поймал. Так, хорошо. Хорошо, блин. Так, вот это уже интересно. Вот это уже, ребята, очень интересно. Так, этот вроде без оружия. Окей, окей, давай осматриваться. Так. Опа! Офигеть, блин! Их тут очень много. Чего это за люди такие? Воу-воу-воу-воу! Вон еще! На тебе! На тебе! Так, тихо, не могу попасть. Не могу попасть. Так, лови-ка ты гранату, знаешь? Так, вот так вот тебе. Полетело и... Взрыв! Вот так вот, хорошо. А, еще один. Так, давай, выходи. Выходи, блин! Получай. Воу-воу-воу! Так, там еще. Блин, сколько их здесь? Вот это, блин, мне дали задание. Вот это, блин, офигенный квест. Офигенное место. Ну, видимо, тот-то дает эти квесты абсолютно полностью. Знает Лос-Антос и знает, в какие места лучше всего послать человека, да? Ох ты, блин. Так, ладненько. В принципе, как я и думал. Я в целом рассчитывал, что здесь кто-то будет. Какие-то наркоманы, либо какая-то группировка. Но я думал, их тут не будет так много. Ладненько, хорошо. Вроде как зачистили. Больше стрельбы я не слышу. И чьих-то голосов тоже. Давайте осмотримся маленько. Я хочу посмотреть, что это за люди такие. Может быть, это были обычные жители этой небольшой деревушки. Что очень, знаете, навряд ли, конечно же. Так, а где, где? Я тут одного убил, ведь. Не могу найти. Не могу. А, вон он лежит. Да, ребята, это чуваки из группировки какой-то. Посмотрите. А, ну это, по всей видимости, наркоман какой-то. Интересно. Интересно. А там? Давайте посмотрим на этих. Так. О, да-да-да-да-да-да. Тут имеет дело группировка, ребята. Посмотрите. Видите? Хорошо, мы отреагировали. Так, теперь нужно провести небольшую разведочку в этом месте. Так, этого чувака здесь больше нету. Ну и хорошо. Так, заброшенное все. Заброшенные палатки, заброшенные комнаты. В этом месте уже, видимо, никто не живет, кроме людей, у которых нету дома. Так, все исписано, изрисовано. Офигеть, блин. Вот это местечко, да? Вот это классное место мне дали. Ладно, давайте осматриваться. Надо провести здесь, как я уже сказал, разведку. И, а хотя зачистку мы уже, блин, провели. Хотел сказать зачистку, но надеюсь, что больше здесь никого не будет. Так, я здесь пока что ничего не вижу. Все комнаты пустые, и что же мне тут нужно отыскать? Интересно. Так, давай попробуем подняться повыше. Посмотреть вот здесь вот, что еще есть. Так, вон спящий чувак. Так, парень, иди отсюда. Либо просто спи, и не надо на меня нападать, как это делали те. Давайте осмотримся повыше. Все-таки, думаю, с крыши можно увидеть больше. Но я здесь абсолютно ничего не вижу. Все заброшенное. Тут у нас стоят обычные фургончики, да? Ну, даже автобусы, попиленные на две части. А ничего намекающего на посылку... А! Твою ж дивизию. Так, вставай, братишка. Так, давай. Ничего намекающего на посылку я здесь не вижу. Все покинуто. Вообще абсолютно все. Так, ладно. По всей видимости, это было просто разогревочным местом. Место, в которое мы должны были приехать. Ну, просто чтобы пощекотать свои нервишки. Ну, а в целом мы могли здесь просто умереть. Видите, что это за посылки такие? Один миллион долларов. Один миллион. И при этом только что мы могли реально погибнуть. Стоит ли это того вообще? Как вы думаете? Ну-ка, напишите, ребята, в комментариях, вы бы хотели купить какую-то посылку с Даркнета за безумные деньги и не знать, что там до последнего. Не знать, что будет в посылке. Не знать, кто будет в этих местах, где вам нужно ее отыскать. Мне кажется, это очень страшно на самом деле. Ладно, хорошо. Давайте будем выдвигаться к следующему месту. Я его не отметил пока что на карте, но находится оно, по-моему, где-то... Так, нет, неправильно. Находится оно в другой части Лос-Антоса. Тоже заброшенное место. И что встретим мы там? Я тоже даже предположить не могу. Ладно, направляемся. Вот я и добрался до следующего места. Я думаю, многие из вас знают это местечко. Здесь живет очень большое количество бездомных людей. И вот этот квест привел меня сюда. Интересно, может быть здесь мы что-то с вами отыщем? Я надеюсь, что будет так. Я не хочу посещать еще какое-то страшное место. Мне и этого достаточно. Ладно, давайте осматриваться. Ух ты, блин, а оно стало еще более заброшенным, чем раньше. Вы посмотрите на это. Но... Так, ой-ой-ой, на меня уже ругаются. Так, я вас трогать не буду. Вы меня тоже не трогайте, ладно? У меня здесь лишь небольшое задание. У меня здесь небольшое задание, которое я должен выполнить. Но где я буду искать эту посылку? Здесь столько коробок, и мне их нужно перебрать? Или все-таки я как-то должен это место увидеть, которое мне нужно? Так, ладненько, хорошо. Я думаю, что у этих людей нет смысла спрашивать, потому что если бы они знали про посылку, они бы сами ее давно уже подобрали. А мне как бы нужно ее самому забрать. Первому. Ну, ладненько, давайте посмотрим еще маленько. Быть может, я что-то упустил. Пробежим еще в ту сторону, ведь там тоже у нас находится домик. Там тоже находится домик, в котором... Рядом с которым, точнее, можно порыскать. Я не знаю, смогу ли попасть я в сам дом. Это навряд ли. Но вот посмотреть округу я могу. Так, а в гараже ничего нету. Рядом тут тоже ничего я не вижу пока что. Так, здесь, здесь. Окей, за ним тоже. Так, блин, где оно тогда? Ну-ка, погоди. Ну-ка, погоди-ка. Вот! Я нашел. Ребят, я нашел. Так. Это, походу, она. Ты посмотри, это контейнер, типа? Окей. Самое обидное, что я не узнаю, что находится внутри, пока не войду. Быть может, я попаду в этот дом, а может, попаду в сам контейнер. Ребят, вот сейчас у нас, скажем так... Ох-ох-ох, делится на две части наша ситуация. Либо мы туда заходим и смотрим, что внутри, либо мы покидаем это место. Я знаю, что мы 100% пойдем, потому что иначе вы бы... Вы бы на меня очень сильно ругались в комментариях. Но напишите, зашли бы вы вот так вот в реальной жизни? Пошли бы вы вовнутрь, если бы у вас был лишь один шанс войти туда. И вы бы не знали, сможете ли вы когда-то выйти оттуда или же нет. Ладненько. Давай заходить. Вот таким вот образом проходим и... Мы внутри этого дома. Мы внутри. Так. Спокойно, парни. Спокойно. Ай-яй-яй, что там такое? Спокойно? Это что там за чувак стоит? Господи, что с его головой? Что такое? Так, я могу их всех убить? Я его убил. Э-э-э, тихо, 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 тихо. Не подходи. Не подходи, чувак. Ему вообще на меня пофиг. Меня здесь как будто нету. Чего? Как? О-о-о-о, блин. Ни хрена себе посылочка. Чего? Иди отсюда. Что? Я не могу его убить. Так, спокойно. Спокойно. Вот и попали мы в домик. Иди отсюда, чувак, с топором. Я думаю, ты психопат какой-то. Нападешь на меня еще нафиг. Мне этого не нужно. Так. Окей. Что здесь? Здесь еще один чувак. Мужики, вы... Вы будете на меня нападать? Или нет? По всей видимости, они безобидные, да? Окей. Ладно, я понял. Так, там девушка еще какая-то. Что здесь вообще творится в этом доме? Что это такое? Офигеть. Я, блин, не рассчитывал на такое на самом-то деле. Так, надо осматриваться почаще. Я думаю, что мы найдем с вами просто посылочку, в которой что-то будет. Но нифига. Так, это маркер, видимо, обратно, который приведет. Интересно, блин, почему не могу убить этого парня? Вы причем посмотрите на его лицо. Это просто какая-то жесть. А вот этот убивается? А, понятно. Ясненько. А та девушка? Она убивается. Окей. Что у нас здесь? У нас здесь какая-то могила, цветы. Интересно, блин. Ну-ка, погоди-ка. Чего? Кто там? Кто там на улице? Так, ладно. Я надеюсь, они не войдут сюда. Не-не-не-не-не. Не надо заходить вовнутрь. Чуваки! Отвалите. Отвалите от меня. Мне так страшно. Вы там еще бегаете. Это что такое? Это же золотая статуэтка. Причем очень редкая. Так, походу... Это и была наша... Это и есть наша добыча? Типа за миллион долларов? Я все понимаю, но... Чего, блин? Неужели я купил именно это? Ты посмотри просто. Тут чья-то рука валяется. Шикарное место, блин. Просто шикарное! Нифига тут сколько золотых слитков! Офигеть! Ребята, да мы окупились, по всей видимости. Это 100% больше миллиона стоит. Но этот квест, который они приготовили для меня, это самая настоящая жесть. Так, тихо. Неужели это того... Нет, ребят, это того не стоило. Я только что хотел сказать, неужели это стоило того. Но в то же мгновение подумал и понял. Это не стоило. Нет, ни в коем разе. Ребята, а вы как думаете? Напишите в комментариях. Я думаю, что после такого я никогда нафиг не буду покупать посылки с Даркнета. Хотя, знаете, ребята, если вы захотите увидеть еще одну серию по посылкам с Даркнета, где я также буду проходить эти квесты, посещать самые страшные места Лос-Антоса, то ставьте лайк под этим роликом и пишите в комментариях. Хочу продолжения. Я, ребята, посмотрю. И если вас реально будет много, кто захочет снова испытать вот такой вот экстрим, я засниму. Я реально, ребята, засниму для вас вторую часть. Ладненько, друзья. Давайте будем заканчивать на этом наши сегодняшние похождения. Мы вроде как оказались в плюсе, вроде как денег нам достаточно. Я заберу все это золото и буду сваливать из этого места поскорее. И забуду это как можно тоже быстрее. Я желаю вам всем удачи. Не забудьте также подписаться на канал, нажать на колокольчик. Ну, само собой, опять же, поставить лайк. Ну что ж, всем спасибо. До скорых встреч. Пока-пока.